Из наемников ценные свидетели. Бывший командир отделения штурмовиков ЧВК Вагнер Андрей Медведев впервые заговорил с прессой после побега из России. Он перебежал границу с Норвегией в середине января, запросил убежище, дает показания и просит прощения у украинцев. В интернете статей, комментариев от украинского народа. Я понимаю, трудно принять, согласен. Я там и негодяй для вас. Я прошу еще раз просто обратить внимание на то, что я это осознал, пусть даже будет и поздно, но я это осознал, я выступил против этого всего. Прошу как бы не осуждать меня и в любом случае прошу прощения. По словам 26-летнего Медведева, в ЧВК он пришел сам летом 2022 года, после того, как вышел из тюрьмы в третий раз. Он подписал контракт с Вагнером на 4 месяца с ежемесячной зарплатой около 250 тысяч рублей. Медведев утверждает, что воевал на территории Украины с 16 июля, в том числе под Бахмутом. По-русски сказать жопа. Почему? Ну, потому что, потому что все пути к Артемовску пробивали, грубо говоря, просто по телам, по трупам своих же. Потери были большие и, ну, не из самых лучших там была обстановка. Отметим, что по информации Нью-Йорк Таймс официальные лица США оценивают потери российской армии в Украине в 200 тысяч человек убитыми и ранеными. Наибольшие потери Россия предположительно понесла в боях как раз за Солидар и Бахмут, которые российские СМИ называют Артемовском. В январе 23-го года глава областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что город Бахмут разрушен более чем наполовину. Если до войны в городе проживало более 70 тысяч человек, сейчас осталась лишь десятая часть. В основном это пожилые люди. Медведев утверждает, что был свидетелем расстрела отказавшихся воевать россиян. Приехали в учебный центр, на полигон забирали прибывших и застал такую ситуацию, когда приехали службы безопасности Вагнера, привезли двух отказников, двинули речь, что предатели, изменники, трусы, публично убили людей, расстреляли. Медведев продолжает давать показания норвежским властям. Решение о его судьбе остается неизвестным. Украинские власти также выразили желание допросить Медведева и проверить его на причастность к военным преступлениям.